Как рассадить герань в домашних условиях? Вы узнаете о таких вариантах рассадки, как черенкование, деление куста и посадка семенами. Рассмотрим плюсы и минусы каждой посадки. Варианты, как рассадить герань в домашних условиях, имеют плюсы и минусы, которые и предстоит изучить, чтобы выбрать лучший вариант размножения. Ведь на кону наша единственная комнатная герань. Черенкование плюс, быстро и доступно, минус, будет загнивать и может не приживаться. Деление куста плюс, масштабный способ и просто, минус, великие шансы потерять обе части. Семенами плюс, доступно и эффективно, минус, долго ждать. Предлагаем опробовать черенкование, как способ рассадить герань дома. Вам понадобятся черенки первого и второго года жизни, со здорового растения. Нарезать материал нужно ранней весной досок от движения и цветения. На каждом черенке мы сохраняем по два листа в верхней части, а они зачищаем ножом. Оголенный побег присыпать стимулятором роста, корневин, и подсушить на воздухе. Пока черенки герани затягивают места обработки пленкой, формируем починный субстрат. Нам известны два способа, как сформировать корни у черенков. Это поместить в воду, либо прорастить в земле. Чтобы не потерять посадочный материал, садите в грунт. В воде велика вероятность развития гнили. Состав земли для посадки. Листовая земля, древесный уголь, песок, торм. Как обработать землю? Раствор, марганцовки или препарат фитоспорин. Последний вариант также насыщает земляную смесь полезными веществами, что помогает простимулировать саженцы. Горшок до 6 см с дренажным дном и поддоном. Обдать кипятком изнутри и протереть насухо. На дно горшка перед закладкой земли выложить 2 см слоя дренажа и средней фракции выбрать элементы. Поверх него уже положить плотченную смесь, сделав до 3 углублений. В них помещаем черенки. Укорените и плотно присыпьте землей. Оставьте в теплом и освещенном месте для формирования корней. Сколько укореняются? 2 месяца. Нужно ли укутывать целлофаны в пакеты, либо накрывать пленкой? По вашему желанию. Если использовали накрытие, то регулярно снимайте пленку на проветривание, а также меняйте, если скопился конденсат. Можно освобождать герань от парниковых условий после образования новых побегов. Это показатель, что корневая система пошла в рост. Уход за черенками герани. Рассаженные в домашних условиях черенки содержатся при температуре плюс 20-25 градусов. Параметры подходят как для проращивания, так и для дальнейшего содержания дома. Проверяйте оставание черенков на наличие гнили. Вовремя обрабатывайте пудрой древесного угля, если нашли первые признаки. Совет. Следующей весной обрежьте посаженные черенки герани, так как это отлично обновляет и стимулирует их рост. Что нужно учесть? Предупреждать воздействие сквозняков, колебания температур, которые вместе с перевлажнением грунта вызывают развитие гнили. Не направлять воду при поливе на листья черенков. Излишки воды сливайте с поддона. Результат посадки герани дома – это 85% укорененных черенков при соблюдении предложенной техники. Если располагаете временем, то читайте «Как высадить герань из семян дома» на сайте Тенэйчи.Инфо. Делитесь вашим опытом рассадки герани дома. Предлагаем дополнительные процедуры, которые повысят результаты размножения. Продолжение следует...